Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел. И сегодня мы будем читать 29 главу этой книги. Точнее, мы будем делать просмотр этой главы, так как многие темы мы уже изучили по ходу наших бесед на книге «Пяти книжи». 29 глава начинается словами «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание». И далее говорится тоже о разных праздниках, когда надо было проводить священное собрание. Первый раздел 29 главы с первого по шестой стих о всесожжениях в праздник труп. Далее идет о всесожжениях в день очищения грехов. Вот на это мы обратим сегодня особое внимание. О всесожжениях в праздник кущей и так до конца этой главы. Мы не будем рассматривать подробности этих всесожжений, потому что мы это проходили уже. Но мы обратим внимание на седьмой стих. И в десятый день сего седьмого месяца – это о всесожжениях в день очищения грехов. «А пусть будет у вас священное собрание, смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте». Подобный стих мы находим в книге Левит. Это 16 глава, 29 стих. Здесь сказано «в седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте». О чем это? Это о том, что когда мы каемся перед Богом, не совершив покаяния, мы не приступаем к никакому делу. Например, я в своей практике проповедника не позволял себе никогда произносить проповедь, находясь в состоянии нераскаянного греха. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Или приступать к богослужению, когда ты находишься в состоянии греха. Поэтому и сказано «в седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте». Потому что когда человек в состоянии греха что-то делает, то грех дает отпечаток на то дело, которое он совершает в той или иной степени. Скажем так, не очень православный русский писатель граф Лев Николаевич Толстой однажды произнес блестящую мысль. «Не слушайте музыку тех музыкантов, которые вели неправильный и порочный образ жизни». Я думаю, это не просто так было сказано. Теперь посмотрим толкование на этот текст у Оригена и у Цезария Арльского. Ориген. После этого в седьмой месяц проводятся другие торжества. Первый день месяца знаменуются трубами. Как сказано в Псалме «трубите в новомесяче трубою». Псалом 84 стих. А в десятый день седьмого месяца торжество умилостивления. То есть это время покаяния, когда своими молитвами, своими слезами мы стремимся умилостивить Бога. Только в этот день первосвященник облекается во все первосвященнические одежды. Тогда он облекается в ясность и истину. То есть одежды не сами по себе, они что-то символизируют. Тогда он вступает в тени преступной покои, то есть во святая святых, куда может вступать лишь один раз в году, то есть во святая святых. Ибо единожды в году первосвященник, оставляя народ, вступает в место умилостивления, и над ним херувимы, где есть и ковчег завета, и жертвенник кадильный, куда никому нельзя входить, кроме как одному первосвященнику. В теперешней реальности это еврейский праздник Иоанн-Кипур, то есть судный день или время покаяния. Итак, если бы я только представил, что истинный первосвященник мой, Господь Иисус Христос, как, будучи воплоти, Он целое лето был с народом, то лето, о котором Он сам сказал благоествовать нищим, послал Меня и возвещать лето. Лето Господне – это время благоприятное, а самое благоприятное время для рода человеческого – это когда Христос три с половиной года проповедовал Святое Евангелие. Впрочем, все дни земной жизни Христа, все тридцать три с половиной года – это особое благословение для нашей планеты. Оригин продолжает. «Я вижу, как единожды в это лето, то есть вся жизнь Христа, в день умилостивления Он входит во святая святых, то есть когда Он возносится, исполнив предназначение, восходит на небеса и приходит к Отцу, чтобы внушить Ему благосклонность к человеческому роду, чтобы молить Его за всех верующих в Него». И действительно, когда Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, и потом вознесся на небеса и воссел одесной Бога Отца, Он стал ходатаем за весь род человеческий. Как и сказано апостолу Павлу, един ходатай, един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус. И Он молит за нас, входя во святая святых небесного Царствия Божия. И с этого момента Бог смотрит на нас через раны Своего Сына и видит нас оправданными Его кровью и Его страданиями. Цезарий Арский, это его проповедь, 197-я, пишет, «Мы веруем, что об этих днях Господь сказал через пророка, в дни ваших торжеств смиряйте души ваши». Почему он так сказал? Потому что посты, бдения и священные скорби смягчают побуждение плоти. Вот назначение поста, молитвенных бдений, чтобы смирять побуждение плоти. И скорби имеют ту же цель. А также очищают оскверненные сердца, отнимают силу телесных членов, но созиданию придают высшую красоту. «Ведь ущемлением плоти искупаются преступления вожделений». То есть, когда плоть ограничивается разными обстоятельствами, то искупается преступление плоти, связанное с вожделением. «Благодаря длительным упражнениям в скорбях наказываются наслаждения и удовольствие плоти, и таким умершвлением в настоящее время упражняется приговор будущей смерти. Упреждается приговор будущей смерти». То есть, посты установлены для того, чтобы мы каялись перед Богом. Прочитаем снова этот стих. «И в десятый день сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши, то есть перед любыми трудностями, испытаниями, и никакого дела не делайте, чтобы не нанести урон этому делу. Потому что если мы что-либо делаем в состоянии греха, то мы оскверняем сам этот процесс». Далее говорится о всесожжении в праздник Кучи. Здесь повторяются те законы, которые мы изучали ранее. Поэтому на этом мы остановим наш обзор этой главы. И если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем с вами читать 30-ю главу книги «Чисел». Берегите себя. Спаси Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok